Вот так сотни лет они смотрели друг на друга. Нарвский замок и Ивангородская крепость. Но наш бастион совсем скоро засияет гораздо ярче. В предштормовую погоду по древним камням и опасным дорожкам идут эксперты. Инженеры, историки, светодизайнеры. Они здесь, чтобы разработать проект фасадного освещения для русской цитадели. За нее бились с ближайшими через реку политическими соседями, шведами и ливонскими войсками. Практически без перерыва на мир. В результате подкопа два встречных отряда встретились посередине Нарвы. И героически сражаясь там утонули, с моей точки зрения, это объединяет наши народы, показывая бессмысленность войны. Готовы? Выстрел! Сражений здесь больше не ведут. Только бутафорские на экскурсиях. Но на почве создания архитектурной подсветки вдруг заспорила экспертная комиссия. Проект достаточно классический. Мы хотим создать равномерное освещение и сохранить внешнее восприятие крепости, то есть тектонический образ массивный. Соответственно, мы просто равномерно высвечиваем все стены, башни. Эти предложения отвергли реставраторы. Говорят, решение об укреплении светильников надо принять заново. Главный вопрос – как разместить аппаратуру, если крепостная стена стоит на самой кромке скалы и при этом разрушается изнутри. В каменную укладку врываются корни деревьев. Крепость, конечно, стоит на ровной скале, но, тем не менее, перепады скального основания тоже существенные. И существенное разрушение идет со стороны норовы и кругом. Помочь древней твердыне засиять предложили частные инвесторы – российские производители светового оборудования. Они же пообещали привлечь в проект 20 миллионов рублей за счет благотворительности. В регионе сразу подчеркнули – Ивангородская крепость – памятник федерального значения. Подсветка не должна грубо вторгаться в исторический слой. Все проекты, касающиеся объектов культурного наследия, проходят так называемую государственную историко-культурную экспертизу. Но, естественно, уже сейчас мы задумываемся о возможностях крепления, методах крепления, размещения световых приборов. Пока проект архитектурной подсветки решили доработать. Все-таки объект – уже не боевая единица, но все еще крепость и огромный музей под открытым небом. Ежегодно сюда приезжают до 50 тысяч туристов. Увидеть это древнее и таинственное место и поймать на себе взгляд. С другой стороны – Нарвы. Анастасия Стурова, Владимир Шкваря и Рустам Писарчук. Последнее известие – Ивангород. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова